Митинг, посвященный 31-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС, прошел в центре города Люберцы у часовни. В нем приняли участие ликвидаторы последствий аварии, представители администрации, общественных и молодежных движений. Подробности в нашем сюжете. 26 апреля 1986 года произошла трагедия, которая потрясла весь мир. Тогда, в результате взрыва Чернобыльской атомной электростанции, был полностью разрушен один из реакторов. Владимир Стукалин, один из ликвидаторов этой аварии, в момент происшествия не испытывал страха. Сегодня Владимир старается вспоминать только положительные моменты. Суставы болят, ну всякое, но я не хочу об этом вспоминать и зациклиться. Хожу, улыбаюсь, бодро и все нормально. Мы сегодня встречаемся с друзьями, кто там был, вспоминаем тех, кто от нас ушел. Ну, такое добродушное желание, все. Тогда, 31 год назад, на ликвидацию аварии были направлены тысячи людей со всего Советского Союза. Только из Люберец около 400 человек. Сегодня многих уже нет живых. Их память у часовни почтили минуты молчания. После чего протеерий Геннадий Ханнынкин совершил литию по погибшим. Ветераны Великой Отечественной войны, ликвидаторы последствий аварии, представители администрации, общественных и молодежных движений, возложили цветы в стенах часовни. Еще в этот день на аллее памяти возле ангела-хранителя открыли памятный знак ликвидаторам аварии в Чернобыле. Этот мемориал уже десятый в Подмосковье. Сегодня среди нас живых чернобыльцев 345 человек. И дай Бог вам всем здоровья. Наши горожане, люберчане, жители наших поселков в свое время, по сути, рисковали своим здоровьем, своей жизнью. И мы сегодня, в принципе, должны сказать им спасибо. Это должно выражаться в неком монументе. Это напоминание, что была такая печальная, трагичная история. По числу жертв и пострадавших, катастрофа на Чернобыльской АЭС была признана крупнейшей за всю историю ядерной энергетики. Этот памятный знак будет служить символом благодарности за подвиг чернобыльцев. В память тех, кто пожертвовал собой во имя будущих поколений. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТА.